здравствуйте сегодня мы беседуем с психотерапевтом юлией левиной и беседу будет вести юлия алушка пожалуйста здравствуйте здравствуйте сегодня я предвкушаю наше общение потому что будет очень интересная тема по поводу нашей профессии да я тоже профессии клинический психолог прибываю сейчас в канаде и знаю что колоссально актуальный вопрос как же людям которые приезжают в канаду идти этим путем продолжать работать психологом психотерапевтом клиническим специалистом я знаю что юля у вас есть в этот прекрасный опыт вот и мы будем искренне рады если вы поделитесь и у меня есть ряд вопросов которые подготовил да конечно с удовольствием если кому-то поможет буду рада здорово обязательно поможет первый вопрос на который я хотела бы очень обратить внимание это какие шаги да и образование необходимо для становления психологом терапевтом клиническим специалистом я точно знаю что это совершенно разные профессии и разный путь вот в канаде новоприбывшим да можете поделиться в двух словах насколько это возможно да да конечно на самом деле это не совсем разные профессии но разные скажем так регуляции этого всего потому что немножко насколько я помню странах исхода у нас было понятие что психолог это кто-то более теоретический кто-то кто не имеет медицинское образование насколько я правильно помню да и психотерапевт это человек который да имеет медицинское образование да или скажите по моему так на самом деле клинический психолог это человек который желательно чтобы имел образование медицинское потому что много про клинику а вот как раз психотерапевт это больше про собственный путь терапии выбор направления да да здесь абсолютно все по-другому хорошо тогда я буду рассказывать то что здесь видно и совсем мои знания о том что было там уже давно забыто либо неправильно воспринималось в любом случае здесь начнем с того какая самая большая путаница происходит здесь когда мы приезжаем или там люди которые уже здесь но выбирают эту эту стезю путаница в понимании психолог психотерапевт какая разница да если мы смотрим психологист психотерапист психотерапист да как правило потому что по привычке даже вот я вижу я работаю с русскоязычным населением в том числе и я вижу люди называют психолог юля психолог да здесь например легально по закону по всяким регуляциям нашим я не имею права называться психологист психологу потому что это не психологист carried out в чем разница какая терапия-это процесс психотерапия Clinton процесс на и уна разница в том что мы психотерапевты могут имеем образования немножко разных областях можно иметь кто может иметь право называться психотерапевтом это человек который получил образование, имеет опыт, имеет лицензию с одним из пяти или шести, я на данный момент не помню, добавляют колледжей, регулирующих колледжей, таких как College of Psychotherapists, College of Social Workers, College of Physicians, College of Nurses, College of Occupational Therapists и College of Psychologists, то есть шесть. Разница в чем, что у нас у всех разное немножко образование, но разное в плане начального образования, скажем так, первой дегри, первая степень, кто-то начинает в Social Work, например, имеет Undergrad Degree в Social Work, кто-то идет в Psychology, кто-то идет Occupational Therapy, кто-то идет Nursing, кто-то идет в Doctors' Physician, это уже Medical, но те, кто идет в Medical Field, они все равно должны получать дополнительное образование в плане mental, психического здоровья. Но потом уже, когда мы получили свое начальное вот это вот образование, первую степень, университетскую, мы двигаемся дальше и уже, как говорится, мы выбираем, мы хотим, например, если это Occupational Therapist, это я буду работать с, допустим, то, что больше касается физического развития, да, например, либо я буду работать больше с Mental Health и физической. Юля, я правильно вас понимаю? Я буду так... Пожалуйста, да-да-да, давайте. Я правильно вас понимаю, что есть какая-то база, на которую потом нужно наложить специализацию, да, более сузить? И то, что касается медицинского образования, да. То, что касается Social Worker, да. То есть, если мы идем в психологию, получаем, например, Bachelor of Psychology, да, и я, выходя из, имея Bachelor of Psychology, я пока еще не имею права практиковать психотерапию, потому что мне нужно взять Master of Psychology, например, да, мне нужно зарегистрироваться, получить лицензию в College of Psychologists в Антарио, и тогда имею право практиковать психотерапию, потому что тогда я уже буду восприниматься как человек, как профессионал, который имеет и образование, и лицензию, да, потому что здесь с этим очень-очень строго у нас, и я очень-очень рада, что это строго, да, что только тот, кто имеет лицензию, может практиковать психотерапию, потому что немножко отвлекаясь, да, это моя больная тема, когда люди приходят, я имела дело с психотерапевтом, либо я вижу где-то онлайн, там, на социал-мире, да, люди, которые называют себя психотерапевтами, мы немножко смотрим глубже, и кто это, это гадание на картах Таро, это гадание на кофейной гусь, это ясновидящие, это, при всем уважении, немножко это не то, что мы называем психотерапией здесь в Канаде, да, поэтому лицензия очень важна, и это очень тяжело, как говорится, карается, не законом, но как бы не карается, но можно и получать большую-большую неприятность получить, если мы практикуем психотерапию без лицензии, потому что мы можем навредить человеку, мы можем поговорить об этом немножко позже, я вернусь сейчас, как мы получаем это образование, вот, то, что касается, например, социальной работы, да, мы можем иметь, вот у меня background social work, да, мы можем иметь social worker или social service worker, but then, потом мне нужно выбрать, или я хочу работать, например, или я хочу работать в системе социальной, например, вот с детьми, или там в shelter, в приютах, или помогать, то есть social work очень большая, широкая сфера, но здесь уже, если мы в том числе можем выбрать клинический путь и уже более иметь тренинг и уже, как сказать, интернатуру именно то, что касается клинических вопросов, не социальных вопросов, как я, case management, например, да, в какой-то организации, как, например, Canadian Mental Health Association, вот где я работала когда-то, давно-давно начинала, да, и там именно вот больше на социальную сферу наклон идет, да, если мы хотим больше на клиническую идти, соответственно, мы больше изучаем, мы больше читаем, мы больше берем какие-то дополнительные курсы, потому что колледж of social workers, они с этим, чему я опять же очень рада, строго нас постоянно проверяют нашу компетенцию, у нас постоянно идут какие-то оценки и assessment нашего уровня и так далее, если где-то какой-то девиация от, you know, less than perfect как говорится, да, практик, кто-то пожаловался, кому-то плохо, наоборот, стало, да, тогда могут быть разбирательства и тогда просто либо направляют людей больше знаний получить, либо забирают лицензию, если это совсем, как говорится, плохо все и так далее, вот. То, что касается профессий, которые имеют право делать психотерапию, заниматься психотерапией, но имеют медицинский бэкграунд, как медсестры или доктора, здесь, опять же, здесь просто нужно получить дополнительный тренинг, и тогда уже мы видим медсестры, которые работают в психиатрических больницах, которые работают, тоже могут иметь право психотерапию оказывать. Вот. То, что касается, я уже вернусь к occupational therapists, они, опять же, можно выбрать, работать с детками, с аутизмом, например, да, но это будет на развитие моторики, что, в принципе, должен оказывать occupational therapists, но они тоже имеют право называться психотерапевтами и провайцией и оказывать психотерапию, потому что у них есть специфический тренинг. Когда мы говорим о специализации, это про выбор направления, в каком направлении ты работаешь, например, психоаналитическое, значит, ты двигаешься в эту сторону, даришь этому несколько лет, проходишь кейсы, защищаешь эти кейсы, получаешь лицензию, либо это могут быть какие-то замиксованные программы, где ты получаешь там немного, там немного и работаешь как универсальный солдат, если можно так назвать. Как это здесь выглядит в Канаде? Здесь выглядит таким образом, что здесь не нужно, допустим, если вы позиционируете, если вы выбираете одну какую-то теорию, которую вы верите, или там вы видите, там evidence-based, что она работает для определенных, не знаю, девиаций, или там группы населения, с которыми вы выбираете работать, вы просто, опять же, имея лицензию, вам не нужно сдавать экзамены и получать лицензию, чтобы называться психоаналитиком. Если потом уже куда-то глубже мы копаем, уже совсем вот эти вот бэкграунд, образование, educational бэкграунд, опыт ваш, вы хотите совсем глубоко куда-то уйти, да, там получить, не знаю, сертификат психоаналитика или сертификат, здесь это называется postgrad, postgraduation certificate, да, то есть люди, которые уже имеют bachelor's and master's degrees или doctor's даже degrees, и они потом выбирают спецификации какие-то. Но для того, чтобы практиковать, в принципе, это не нужно, но опять же, это зависит от органа, который регулирует вашу профессию и лицензирующего органа, и это зависит от того, куда вы идете. Допустим, есть клиники, в котором требуются только психотерапевты, которые регистрированы с College of Psychotherapists в Антарио и никто больше. Хотя, например, я психотерапевт, я психотерапевт, я извиняюсь, но моя лицензия с колледжем социальных работников, да, поэтому, как бы, мы все психотерапевты, да, ну, потому что немножко разный educational background, именно направление, да, тогда по какой-то причине они вот могут выбирать только, допустим, только те, кто, клиника, да, кто нанимает вас, нам нужен только психотерапевт с лицензией колледжа психотерапевтов, либо нам нужен только психотерапевт с лицензией колледжа social workers. Ну, именно теории, я бы сказала, я бы посоветовала посмотреть с другой стороны немножко, да, если вы верите, не верите, вот ваше, ваше вот основное направление, основное инструмент это психоанализ, да, и вы можете, на что я могу принимать психотерапию, психоанализ для вмешательства в какие, для помощи в каких именно ситуациях, да, потому что, например, вы выбираете работать или клиника, или где-то вы работаете, или это нон-профит организация, и вы видите, что там, допустим, превалируют тревожные расстройства, депрессия. Как-то здесь, например, у меня. Тогда, конечно, психоанализ здесь не совсем будет удобен или уместен, я бы сказала, да, потому что здесь, конечно, evidence base, что это когнитивная поведенческая терапия, которую мы используем для этих. Да, если это какие-то, опять же, население, какие-то кейсы, которые, которые поддаются лечению с психоанализом, тогда вы уже смотрите и выбираете. То есть, грубо говоря, это есть база, такая нить, и ты уже нанизываешь на эту нить разные инструменты, которые ты можешь интегрировать в определенные задачи своего рода. Хорошо, Юля, хотелось бы еще спросить, так вернуться в, скажем, самую боль, да, вот люди, которые приезжают сюда. Канада, она ежегодно принимает очень большое количество мигрантов, и они уже имеют бэкграунд в этой профессии, они уже имеют образование, даже кто-то получил специализацию. Если мы говорим про мою страну, ты должен получить сначала клинического психолога, потом на клинического психолога, ты уже выбираешь специализацию, ты групповой аналитик, ты когнитивно-поведенческий, то есть более в таком направлении это все работает. Как здесь быть? Куда бежать? Куда идти? Какие есть шансы? Здесь, опять же, я буду говорить чисто вот с моей точки зрения, как человек, который прошел этот путь, как человек, который не только в клинической сфере, клиническую, я делаю какие-то executive coaching, когда мы видим, как лучше направляться и как двигаться с какой стороны подойти к вопросу, чего я хочу достигнуть в жизни, например. И если здесь, в таких случаях, я всегда советую начать с того, что ты хочешь делать в этой жизни. Иметь какой-то vision, кто ты, что ты, что ты хочешь делать, с кем ты хочешь работать. То есть начать с конечного результата, с конечной цели, скажем, поставить цель, long-term goal, длительная цель, иметь vision, кто я хочу работать. Если я знаю, что я не хочу работать в клинической практике с депрессивными расстройствами, либо я не хочу работать с детками с ADHD, либо там oppositional defined disorder, я уже знаю, что мне не нужно будет брать, например, то-то, то-то, то-то. Либо если я хочу работать с женщинами, которые проходят через абьюз, которые survivors of abuse, я знаю, окей, здесь мне нужно более social background, поэтому имею уже всю ту клинику, я буду идти, я буду смотреть на колледж of social workers и смотреть, какое образование они принимают для того, чтобы получить лицензию. Понимаете, что я имею в виду? То есть вы не просто вот, как говорится, вот иду шаг школа, колледж, университет, первая, вторая, и потом я пришел, и потом, опа, а что я со всеми этими бумажками делаю? А наоборот, немножко посмотреть, что я хочу делать, с кем я хочу работать, что мне близко, потому что психотерапия это в профессии, психотерапевт в профессии, которая вам нужно любить, что вы делаете, вам нужно любить, что вы делаете, нельзя использовать, стать психотерапевтем, потому что я хочу помочь себе, потому что мне нравится чувствовать, как я всех спасаю тут, и я так все, вот я пришел, нельзя идти с этой точки зрения, нужно любить, что делать, что вы делаете, нужно иметь постоянную работу над собой, несмотря на все образование и так далее. И поэтому имею уже представление, что вы хотите делать в будущем. Население, с которым вы хотите работать, с кем вы не хотите работать. Это очень важно тоже знать, чтобы понимать, окей, я не пойду в shelter system работать, или я не пойду пойти работать в тюрьмы, в probation offices, потому что я не хочу работать с этими людьми. И оттуда уже идти. Если вы хотите исключительно заниматься клинической психотерапией, и это, допустим, только psychologist, психолог, который я хочу быть, то это мы идем. Это путь, который включает в себя psychology degree, первую степень. Наверняка, если имеется предыдущее образование, они засчитают какие-то курсы и так далее. Потом вы идете в мастерс degree, либо сразу в мастерс degree, зависит от того, как они это делают в университете, в котором вы хотите учиться. И потом вы уже после мастерс, вы подаете документы в college of psychologists, и они вас уже принимают. И там уже у каждого органа разные требования к квалификации, к часам, к которым вы подходите, и так далее, и тому подобное. Да, понятно, о чем я говорю. Иметь вначале понимание, что я хочу делать в этой жизни, с кем хочу, вы очень важно сейчас говорить. Мне кажется, настолько важно именно с этого начать. Даже вот с вопроса, да, что я хочу и чего я не хочу, обрисовать картинку. И действительно, вы сказали про то, что можно нахвататься всего, предложений много. Когда ты приезжаешь, ты часто не понимаешь, как здесь это работает. А когда ты сужаешь свое видение, да, и ты идешь этим путем, знаешь, куда ты идешь, потому что это немножко поддерживает и дает силу. Очень важные вещи, как вы сейчас сказали. Да, спасибо. Да, да, да. Потому что я вижу, как многие, многие родители ко мне обращаются, у которых детки здесь идут в университет, только, да, как выбирают профессию. Либо иммигранты, девочки, мальчики, которые приезжают, хотят идти в эту профессию. Я вижу, как каких много препятствий можно было бы избежать, если бы, например, я бы хотела иметь кого-то, кто меня как гайденс, какой-то даст направление, когда я только приехала сюда, да, то, что можно было бы не делать, на что можно было бы не тратить время, не тратить деньги, не тратить силы, вот эти наши эмоциональные, компетентные, особенно у людей, которые уже мочок, как мочок, семьи, детки и так далее. Какие-то, возможно, Юля, вы можете порекомендовать организации новоприбывшим. Нет, давайте, давайте мы вернемся к этому вопросу позже. Я слышала такую, здесь я общаюсь, коммуницирую с новоприбывшими психологами, психотерапевтами, многие из них являются очень хорошими специалистами, действительно, роскошными специалистами, но есть вопрос языка. Да. Если такая, как вы думаете, как ваш опыт показывает, мы знаем, что сейчас очень много прибывают со стран, где люди говорят на русском языке, на английском языке, и эти люди действительно нуждаются в помощи, в поддержке, и они также не разговаривают на английском языке. Есть ли у этих людей, да, я имею в виду психологов, которые прибыли, которые, к сожалению, пока еще не разговаривают на английском языке, есть ли у них какой-то шанс помогать? Конечно, есть шанс всегда помогать. Вопрос в другом. Нужно быть очень осторожным, как возвращаемся к тому, что я упомянула, не навредить. Да, потому что не имея опыт работы в Канаде, не зная канадской реальности, не зная вообще структуру, опять же, я при всем уважении, но мы смотрим на психологические, школы психологии, допустим, даже сейчас уровень развития психического, психиатрического отделения медицины и так далее в странах исхода и в западных странах, где на это выделяется колоссальное количество денег, фанс, ресерч и так далее, исследования, новые какие-то открытия делаются, делаются больше в нейропсикологии, в нейропластиссии, как мозг и тело все вместе, да, к чему я это говорю, что сейчас, если мы берем человека, который уезжает, приезжает сюда, психолог, имеет шикарную, очень классную школу, которую он прошел там как психолог, да, но это будет отличаться от того, что происходит здесь, как доктора на это смотрят, это тоже очень важно, потому что психиатри, психиатры и семейные доктора, они будут, опять же, с образованием канадским, американским, они будут иметь подход клинический свой, да, и часто мы работаем, да, в клинической сфере с докторами, как circle of care для пациента, для клиента, и что получается, что очень часто можно, как говорится, ну, навредить, не знаю, применяя методы, которые, ну, не будут работать для этого человека, например, да, который оттуда приехал только что и становится здесь в реальностях здесь, в здешних, поэтому очень важно понимать, расширять свои горизонты, читать, может быть, что-то больше, не приезжать сюда и говорить, я имею, там, не знаю, там, три степени, у меня 10 лет опыта, и я тут и певец, и жнец, и на дуде, и грец, и сейчас я всем помогу, да, совсем при всем уважении нужно немножко, говорится, step back, и разобраться, понимать, читать, но постоянно, как сказать, себя, self-education, как сказать, улучшать свое образование, саморазвитие, сто процентов. Есть такой феномен, как супервизии? Конечно, есть, да, есть, обязательно, очень нужно, очень, когда вы получаете лицензию, у вас будут требования пройти определенное количество твоей супервизии и так далее, это очень важно, не потому что, да, с нашим менталитетом, да, мы приходим и такие, что я делаю не так, что я делаю, сейчас меня будут все осуждать, сейчас меня будут judge, да, у нас, у нас это cultural, да, вот это вот, да, да, в том числе в карьере, да, и мы, не нужно расслабиться и посмотреть на супервизион как learning experience, да, что я этого не знаю, помоги мне, что я могу от тебя научиться, я прихоловила, когда начала именно в эту сферу идти, я была, как говорится, голодная до знаний, дайте мне, я хочу новое, this doesn't work, я знаю, например, что если ко мне приходит ребенок, который суицидальный, который вот так вот располосывает себе self-com эти самые, мы не будем с ним сидеть и разговаривать про его детство, психоаналитику, уходить и так далее, нам нужно спасать ребенка, да, опять же, при всем уважении, но нужно понимать, как ресурсами мы распределяем, если мы только образование имеем, только, например, в одном, мы понимаем, что это наша, наша, как это, постула, как сказать, это то, что мы делаем, это мы делаем хорошо, когда нам нужно избегать работать с детками, которые, или взрослыми, которые имеют посттравматический синдром, да, и быть окей с тем, чтобы сказать себе, я некомпетентен работать с этим сейчас, я буду себя, я буду, да, 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 и это окей, передавать, мы это делаем все время, это делаем, это не значит, что вы плохой специалист, это значит, что где-то, в какой-то степени, либо это не ваша сфера, либо у вас еще недостаточно знаний, поэтому, учитесь, работайте с людьми, с психологами, которые уже давно здесь, и все будут рады поделиться своим экспертизой. Юля, как раз, вот самое время перейти к тому вопросу, который я скип, пропустила, я знаю, что здесь, в Канаде, есть bridging programs для специалистов в области mental health, и эти bridging программы, они как будто бы предлагают познакомить немножечко с местными правилами, ментальностью, как вы думаете, полезны ли такие программы, стоит ли их там в первую очередь проходить, и так далее? Я думаю, да, абсолютно. Почему нет? Если это предлагается, и здесь, потому что Канада не вчера основалась, и Канада не вчера стала мультикультурной страной, да, и вот этот поток иммигрантов, он был всегда, и поэтому те программы, которые создаются в университетах, либо в каких-то образовательных центрах, для того, чтобы специалистов привлечь, они имеют смысл, и они имеют, я не брала никогда такую программу, я сразу скажу, но я вижу, я считаю, что, как я уже сказала, just be hungry for information, just get it, if you like, возьмите это, делайте это. Если это ваша страсть, быть этой работой, иметь эту работу, помогать людям, just go for it. Вот вы говорите, да, о том, что помогать людям. Канада, те, кто не был в Канаде, наверняка не знают, что здесь такое сумасшедшее diversity. Здесь такое количество национальностей, ментальностей, люди, которые уже здесь побыли, интегрировали часть канадской культуры, ментальности, люди, которые постоянно пребывают ещё со своей свежей, да, культурой ещё, да, с предыдущего места проживания. Ведь это так невероятно сложно понять вот эти все детали, эту всю специфику, расскажите, это безумно интересно, как вы с этим справляетесь? Во-первых, я хочу сказать, что я обожаю эти вещи, я обожаю diversity, я обожаю разные культуры, я не беру работать с культурами, которые я не знаю, не понимали, вопротив которых у меня есть какой-то байс, например, да, байс в том плане, что если я знаю, какая-то культура превалирует, мужская доминантность и женщину бить это нормально, да, и я сейчас буду приходить и говорить, что это абьюз, это я не буду, потому что я понимаю, что это ни к чему не приведет, этой женщине станет хуже только, да, дома от ее мужа, что она так воспитана сама, это я просто вам дала пример такой, да, что опять же, не значит, что нужно сейчас сразу со всеми работать, всем помогать, потому что кому-то помогать, помочь нельзя, а кому-то помогать не нужно, не всем на самом деле нужно помогать, даже то, что нам кажется, что тебе нужно спасти, да, она говорит, I'm fine, ну, да, как бы, как нас было, бьет, значит, любит и так далее. Возвращаясь к культурам, я рекомендую окунуться с головой в мультикультурный environment, если это работа ваша, например, или это ваша, не знаю, не recreation, не после работы, не как отдыхательные, да, моменты лучше работать, потому что тогда вы увидите сразу все и вы будете понимать, даже если это будет волонтерство просто. Я начинала сразу здесь после школы, я начинала в шелтеровской системе, то есть я окунулась в глубину не только клинической психиатрии, конкретно травмы, addictions и так далее, но и мультикультурную среду, да, и потом вот Canadian Mental Health Association, где мы, где тоже я много лет поработала, и вот это мне тоже помогло очень сильно научиться понимать разные культуры, научиться понимать, что я со своим самоваром на самом деле не нужно, да, вот лезть, и вот этот, а ты знаешь, что он это, или она это, да, вот одеть и это, да, не нужно, just step back and learn, и вот это будет помогать вам в конце концов накапливаться, накапливаться этот опыт, накапливаться знания, накапливаться будет также ваше понимание себя, да, кто я, что я, или у меня есть какой-то judgment, или я осуждаю какие-то культуры, или я, или что-то в этой культуре мне непонятно, я не хочу это принимать даже, да, то есть вся эта работа, это большая работа над собой, как я уже упоминала, да, и поэтому, если в итоге вы сможете сказать, если я знаю, что я, я эта культура, моменты в этой, не сама культура, моменты в этой культуре какие-то, я не принимаю, например, в семье, семейной, да, я даже не буду работать, если я понимаю, что я не смогу deal with it, я не смогу быть unbiased, я не смогу смотреть на это с объективной точки зрения, не осуждая этого человека, это очень важно, да, где мы выбираем деньги, сессию, деньги, давайте, да, либо я понимаю, окей, если я сейчас в голове у себя буду осуждать, то, что эта женщина или этот мужчина, этот ребенок делает, это я плохой терапевт, я не буду лучше, мне надо за это браться, здесь мы говорим о профессиональной этике, что тоже очень важно. Юля, в этом разрезе я очень быстро хочу спросить, есть ли здесь понятие личной терапии, как обязательной терапии, или все-таки супервизии и self-education, it's enough? Это очень-очень рекомендуется, это очень правильно, опять же, я считаю, да, ну, опять же, потому что, если вы не можете преодолевать свои какие-то моменты, свои травмы, свои результаты своего воспитания, культуры, настроения, эмоциональности, персонал, эти личностные какие-то черты, которые вы не, да, ну, как говорится, ну, окей, я это говорю, I have to practice what I preach, if I don't practice what I preach, если я сама не работаю над собой, и я не могу рассказывать людям, как вести себя, я не могу игать никуда, потому что это будет лицемерие, да, поэтому иметься у терапевта, проработать какие-то моменты тоже очень хорошо, конечно, у меня нету своего терапевта, у меня другое по-другому, но, 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 по-другому смысле я делаю, работаю с этой, как говорится, сайд-эффектом, с этой работы, но очень-очень рекомендую, кому нужно, нет проблем, это не стыдно, это не стыдно иметь терапевту. Да, безусловно, с вами согласна, это не стыдно, это прекрасно, это было очень интересно, я думаю, что это было безумно полезно, я уверена, возможно, у вас есть что сказать напоследок, я вижу, что у нас время, да, подходит к концу, напоследок, таким еще сырым, но с большой надеждой, психологом, психотерапевтом, вот, с вашего опыта, что бы вы хотели сказать. Не останавливайтесь, если вы знаете, что вы хотите, если вы знаете, что это ваше сердце, это ваше признание, призвание, вы любите людей, вы любите работать с людьми, не позволяйте препятствиям жизни вас остановить, не позволяйте людям, которые вокруг вас, говорить, что вы недостаточно хороши, у вас не получится, у вас акцент, я сейчас говорю со своего опыта, у вас это, это, все через это я прошла, и спасибо за ваш фидбэк, я знаю, куда иду, я хочу это сделать, да, и если будете, будет у вас вот это понимание у всех новоприбывших, да, сюда с образованием, умничек, если будет понимание, что я хочу это, я не буду обращать внимание ни на обстыклос, если будет проблема, я буду ее решать, да, если проблема решается, решаемая ее решу, если она не решаемая, я обойду вокруг, я найду пути, да, идите к своей цели, никого не слушайте, если это негатив, и все получится, работайте над собой, и оставайтесь голодными до знаний. Здорово. Огромное вам спасибо, было очень интересно, спасибо. Не за что. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok